Девочка-пай Девочка-пай Таким образом я попал в дом Лундиных. Там была непривидливая женщина, которая очень мне нравилась, что она отвлекает ее мужа от творческого труда. И она так здоровалась с ней, здрасте, здрасте, проходите, пожалуйста. И мы проходили. Потом однажды я остался с ним вдвоем, что-то остальные ушли уже, и я как-то в слову рассказал о своем впечатлении от малыша и Карлсона. И так впервые я это рассказывал, видимо, и в первый раз понял, что это было за впечатление. Он говорит, что, понимаете, я оттуда узнал про то, какими должны быть отношения между родителями и детьми, между крышей и квартирой и многое другое. И он сказал, слушай, это замечательно, это замечательно. Потому что ты говоришь, я должен позвать Лилию, и ты ей все это расскажешь немедленно. И пришла эта женщина, значит, не очень-то привитливая из кухни в фартуке. Я уже так второй раз, я не мог, конечно, я застеснялся очень. И краснее ей что-то там плем. Просто спасибо вам, спасибо вам. Ну, спасибо вам, что она с руками муки. Спасибо. Ладно. Ничего, никто мне не предложил ни пирожков, ни каких-нибудь. И я ушел. Потом постепенно у нас возникли какие-то отношения, возникли, возникли, возникли. И вот до сих пор продолжается, но она уже теперь не прекратится. И однажды я узнал, что друзья мои мне показали журнал «Эль» французский. Он тут еще не выходил. Я говорю, вот, смотри, это Лиля на фотографии. Нифига себе в журнале «Эль». А оказалось, что она получила премию читательниц журнала «Эль» за лучшее документальное произведение года, вышедшее во Франции. Книгу воспоминаний «Ли сезон де Москва». Произношение моей. Московский сезон. И я ничего не знаю по-французски. Ничего. И я ее просил мне рассказать, а что там, почему за это дают приз во Франции. А главное, когда вы эту книгу переведите, все мы сумеем ее прочесть. Она сказала, никогда. А почему? Ну, потому что это все написано для французов. И вообще-то не написано. А как же не написано? А вот так. У меня была старая французская подружка, то есть с детства еще подружка. И она меня разговаривала под диктофон, я ей все это рассказала. Потом она стенографировала запись, я немножко запись отредактировала. И вот она выпустила книжку, и вот куда это все привело. Я говорю, вы были во Франции в детстве, у вас есть французские подружки. Она была во Франции в детстве. А вы не хотели бы написать книжку, воспоминания такую по-русски? Нет, не хотели бы. А почему? Потому что для своих все надо писать совсем иначе. Это совершенно неинтересно нам будет. Ну что, вам интересно, Алик, узнать про дело Ахматова и Зощенко? Я говорю, ну от вас интересно, хотя там что-то я знаю, наверное, уже. Или там, я говорю, да, ну про это я тоже знаю. А еще что-то там есть. Ну там есть про мою жизнь, но это вообще не так интересно. И я несколько раз еще подкатывался с просьбой рассказать, хотя бы не читателям, а мне, ну пожалуйста. Повод был редкий. Так ведь к человеку обычно не прицепишься. Мы даже родные часто осмеливаемся попросить рассказать нам целую жизнь свою. Вот правда же, да? А тут повод, книга, приз. И однажды, видимо, я достал ее крепко. Она сказала, хорошо, я тебе это все расскажу, но это долго, поэтому давай приходи к нам с утра. И мы начнем. Я приходил несколько дней подряд к завтраку, и мне рассказывали про ее жизнь. Не только она рассказывала, но и Семен Львович, потому что к тому времени они прожили уже за 40 лет, знал ее жизнь не хуже, чем она сама, а часто даже и лучше. Ее поправляла, и говорят, что у тебя в детстве была совсем не такая книжечка, как ты описываешь. Она тебе подарили в 12 лет, а в 6 лет у тебя была шубка с пумпонами. И вот такой рассказ день за днем продолжался. Потом мы перемещались из кухни в другую комнату, он продолжался там. И, в общем, впечатление мое было такое огромное, что я когда приходил домой, то я это записывал. Я никогда такими вещами раньше не занимался, просто записывал, понимая, что это не должно уйти, что это что-то удивительное, невероятное. И когда Виля закончила этот рассказ, то мы, значит, с Семеном Львовичем переглядывались, он сказал, представляешь, какой фильм можно сделать. Я представлял, какой. Но это было время уже ранней перестройки, кино никакого здесь не было. Такой фильм потребовал небольших денег, хотя бы потому, что ее жизнь прошла через много стран и через много времен. И кроме того, наконец, никто бы мне этих денег не дал, потому что я неизвестный молодой режиссер. И, в общем, не было ни малейшей надежды, даже никакого желания сесть и сочинить сценарий. А потом, через какое-то время, я сказал, ну, хотя бы документальный фильм. Поскольку в семье Лугиных было два режиссера сразу, в то время, уже, значит, чтобы мальчика определились, то мне было неловко предлагать свои услуги. И я предложил, чтобы они это делали. Но они отказались, и я их понимаю, потому что про родную маму совершенно необязательно снимать кино. Это, по-моему, правильная позиция. И тогда я предложил свои услуги и был отправлен к чертовой матери, потому что никто совершенно не собирался снимать документальное кино про свою жизнь. Это мне очень понравилось. А потом прошли годы, и настала Семена Львовича, которого она любила, как мало кто кого любит во свете. И это тоже было одним из важных пунктов ее истории. Не помню, я ли в очередной раз вспомнил про свою затею, или она вспомнила. В общем, мы решили вдруг, что к этому можно вернуться, и она согласилась. Сказала, давай попробуем. А я все время напирал на то, что мы же не фильм будем снимать, мы просто поставим камеру, станем разговаривать, вы будете рассказывать. Если вам это не понравится, мы еще раз запишем и сотрем. Вообще мы никому этого не должны показывать. Это просто на память, просто попробовать. Это все эскизы, черновики. И так вот я морочил ей голову, и она сказала, и другого выхода нет, иначе человек закрылся. И она сказала, давай попробуем, давай. И я пошел к Вадиму Ивановичу Юсову, потрясающему оператору, который снял к тому моменту, готовясь к встрече со мной, такие фильмы, как Андрей Рулев, «Я шагаю по Москве», «Не горюй». Они сражались за Родину. И я пришел к нему и говорю, что Вадим Иванович, я понимаю, что это настоящая профессиональная дерзость прийти к вам и предложить вам снимать за бесплатно кино, вообще не весть какого содержания. Но дело в том, что фильм будет прекрасный, и вот вам заявка на него, прочитайте и скажите. Если вы не захотите, я вас пойму и отбежусь. Ну, мне как бы, я не мог бы к другому отнести, мы должны быть первыми. Он прочитал и спросил, когда начинаем съемки, что было потрясающим, конечно, событием. И мы их начали, и мы их начали. И оказалось, что Левиана Зимойна основательно к ним приготовилась, к моему огорчению. Она приготовила две больших новеллы. Она сказала, значит, первая новелла будет о друзьях, о замечательных, а вторая – о любви. И вот я сейчас расскажу. И она начала, и дальше происходило примерно следующее. И вот к нам зашел в тот вечер Элька Нусинов. Ну, Элька Нусинов – это Илья Нусинов, с которым Сима работал всю жизнь. А работать они начали примерно еще до войны. Вместе написали пьесу. Была такая пьеса «Канат Репенисты». Но до войны мы с Элькой уже были знакомы, потому что мы в 1935 году в Коктебеле отдыхали с мамой. А мы с мамой в 1934 году как раз приехали из Парижа, и я понимал, что все. Это катастрофа на глазах у почтенной публики. Вадим Иванович Юсов и один осветитель, один звукооператор. Все, мне крышка. Мы выключили камеру и пошли есть сардельки, потому что по опыту предыдущих съемок мы знали, чем питаться съемочной грузью. Мы стали их есть и заваривать эту китайскую лапшу кипятком. И я говорил мне, что вы же мне рассказывали про дедушку. Какой-то замечательный дедушка у вас был, продававший игрушки в своей аптеке в Полтаве. Ну, игрушки в Полтаве. Да нет, ну это неинтересно совершенно. Я же не знал этого дедушка. Он умер уже давно, когда я приехала в Палестину. Вот вы в Палестило приехали, да? Приехали в Палестило? Да. Ну, съели сардельки. Пойдемте туда, где-то. Ну, пойдем. Мы пошли туда, буквально. Я не прибирал, иначе было бы неинтересно. Мы там свет тихо включили, ну, чтобы светлее. Иначе камеру включили, просто, чтобы веселее было. Я говорю, дедушка. И вот, значит, это уже в камеру записано. Он говорит, нет, ну, если начинает рассказывать с этого, то надо сказать, что интерес к родителям приходит поздно. Но я и сама прошла такой путь. Только уже в юности маму стала всерьез расспрашивать. Поэтому все, что я расскажу сейчас о дедушке и бабушке, это не мои воспоминания, а воспоминания о рассказах. Ну, дедушка в Полтаве и началось. И мы боялись все спугнуть, потому что на наших глазах разгорался огонек. И разгорался, и разгорался, и разгорался. И я вот в поисках фрагментов, где случайно записались наши разговоры, отмотал несколько дней назад кассету до конца, и услышал истошный свой крик в конце. Вот, вот, стойте в комнате, бабушки, не сойди вам с этого места! Скорее меняйте кассеты! Значит, вдруг произошло чудо воскрешения. Она начала говорить. Это был душевный пол. Эта душа была подвинута, чтобы еще раз пройти свою жизнь. А это вам не в ад свергелось путешествовать. Тут большие силы нужны. Тут не просто фантазия. И поскольку я знаю, что наш разговор должен принять филологические обороты, я просто немедленно хочу вам рассказать, как она всем нам рассказывала, что вот название этой книги по-французски, извините, «Languise de l'Oise-Solomon» Это второе, что я знаю по-французски. Кроме «De Saison de Moscou». А? Аминет. Аминет я знаю еще, да. И вот тревога, «Languise», тревога. Но это не тревога, говорила она. Это не тревога. Это что-то другое. Аминет. И мы искали, тоже, то есть мы искали, все, кто приходил в дом, среди русских синонимов. Она пыталась объяснить, что это «Languise», этого царя Соломона, это не просто тревога, это что-то другое. И я точно понял в какой-то из вечеров, что решения у этой задачи нет. Что нельзя перевести это. Это нельзя перевести. Вы нельзя. Я ушел. А потом однажды я пришел и говорит, я нашла. Я понимал, что не могла она найти. Не могла. Она просто думает, что нашла. Я говорю, ну что? Сказал, страхи царя Соломона. Я понял, что я имею дело, конечно, с настоящей магией, что передо мной волшебница, которую я всегда мечтал встретить. Потому что это нельзя никаким умом вычислить. Это гениально. Это гениально. Но часть я способен это ощутить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok